Вот такое счастье привалило к нам два Toyota Camry гибридные и обе не запускаются. Будем сейчас с ними возиться. В чем же проблема у них? Приветствую всех зрителей нашего канала. В этом видео вы снова увидите чудесные автомобили из Америки. Это две Toyota Camry 2013 года выпуск с пробегом около 200 тысяч миль. Оба были в такси, но в какой-то момент их настигла поломка и по причине огромного пробега их ремонт стал нецелесообразным. Их выставили на продажу через аукцион. И каким-то чудесным образом они попали к нам в ремонт. Ну а мы в свою очередь покажем этот ремонт вам, зрителям нашего канала. И если вам нравятся автомобили и вы хотите больше узнать о поломках, с которыми можно столкнуться на электромобилях и гибридах, то обязательно подпишитесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. В свою очередь это поддержит наш канал. Вам это ничего не стоит, а нам будет очень приятно. Вернемся к нашим пациентам. Итак, они оба не запускаются. Вернее один не запускается, а второй запускается и работает на двух цилиндрах. И если не давить педаль газа, то глох. И мы решили начать именно с него, так как более простой ремонт выходил. Да, кстати, после принудительной зарядки высоковольтной батареи, эти оба автомобиля передвигались на электромобилях. Ну вот такое вот слегка страшненькое состояние под капотом автомобиля. Все окислено, понятно, неудивительно для такого пробега. Куча окислов. Кстати, массовый провод достаточно интересный. Здесь он уже... Ага, здесь он вообще отпал. Примотанный был. Так, ну ладно. Будем сейчас диагностировать его и смотреть, что у нас здесь есть и на что жалуются. В случае со вторым автомобилем все действительно оказалось очень просто. Мы имели неработающие третьи и четвертые цилиндры. Ошибки в ЭБУ – низкая мощность двигателя. Вследствие чего гибридная установка не заряжала батарею. Были проверены свечи зажигания, катушки зажигания менялись местами. Производился замер компрессии. Кстати, компрессия около 11 бар на обеих автомобилях. При диагностике обратили внимание, что трубка ЕГР... Трубка ЕЖРА аж раскалилась. Два цилиндра не работают пока. А это значит, что выхлопные газы проходят через ЕГР в тот момент, в который не должны были туда проходить. И после охлаждения через теплообменник заходили в впускной коллектор в районе третьего и четвертого цилиндра. В следствии чего не позволяли попасть туда необходимого количества воздуха для горения топлива в цилиндрах. Так, и решили попробовать... Все, теперь автомобиль у нас работает. Не трусит, более-менее нормально работает. Здесь свечи не менялись. Но несмотря на это, автомобиль сейчас стабилизировалась работа. Всего лишь мы перекрыли подачу клапана ЕЖР на воздух. Перекрыли локо-тканью. Ну, понятно дело, это временное решение. И дальше мы будем уже либо отшивать его, либо вымывать клапан ЕЖР, чтобы он работал. И теперь не нагревается гофротрубка, которая идет на охладительных выхлопных газов. Охладитель стоит под катализатором воем. И теперь у нас автомобиль уже работает. А вот и сняли ЕЖР. Вот видно, что заклинило в открытом положении. Вот клапан завис в открытом. И он можно просмотреть через отверстие. Из-за этого идут газы во впускной коллектор. Из-за этого автомобиль не работает. Вот так вот выглядит у нас есть другой. С той же Toyota RAV4. Клапан, который гораздо чище. Клапан закрытый. Не настолько засранный. Вот так вот. Отличаются они тем, что на Camry ждут крепления на 4 болта. А на RAV4 на 3 болта. Но в принципе это не столь важно, не критично. Местоположение болтов в тех же местах. Поэтому сейчас поставим вот этот. Попробуем запустить, как будет работать. Но скорее всего все будет отлично. Поэтому можно будет оставлять этот клапан ЕЖР. И не удалять его программно. Так, запускаем автомобиль после установки ЕЖР. Напомню, у нас не работали вот эти два цилиндра. Запускай! По температуре выхлопа все цилиндры работают. Ну все. В принципе можно проехаться, протестировать. Хотя проехаться без номеров, без ничего. И в такой расцветке, наверное, не совсем будет правильно. Поэтому в принципе подключим компьютер. Продиагностируем. Постираем ошибки. И в принципе можно эту машину уже отдавать. Сильно не газуй, чтобы бампер не отпал. С другим автомобилем оказалось все немножко сложнее. И мало того, там оказалось две проблемы. Но об этом позже. Так, подключили компьютер. Такие у нас неисправности. Так, электропривод дроссельной заслонки. Ошибка диапазона. Ток управляющий электропривод дроссельной заслонки. Так, все по дроссельной заслонке. Так, для начала мы сейчас зарядим высоковольтную батарейку, потому что она у нас разрядилась. У нас для этого есть вот такой вот блок питания, который мы заряжаем. И у нас с 11 вольт напряжение поднялось до 16,87. Пусть чуть-чуть постоит, зарядится. И будем пробовать еще раз запускать. Потому что с 11 вольтами, которые у нас там были, не хватает на запуск двигателя. Так, продолжаем диагностировать вторую уже Toyota Camry. И на ней была проблема с... Ошибка была по дроссельной заслонке P2118. Сейчас прозваниваю цепи по схемам. И, в принципе, все звонится. Единственное, что нормально не звонится, это у нас питание на блок управления. ETCS предохранитель. Вот он у нас стоит, 10-ти амперный. И если с него звонить, то у нас звонится 13 вольт. Потому что у нас стоит блок питания на 13 вольт. И здесь 13 вольт, 13 вольт. Но при этом, если прозванивать его на разъеме B на 29-й ноге, это у нас вот этот вот разъем, вот эта вот нога, то у нас напряжение там не 13,6 вольт, как должно быть, а 11,2. И это еще без каких-либо потребителей. При том, что с блока предохранителя, конкретно с этого предохранителя, идет почти напрямую. Через вот этот вот разъем. Поэтому сейчас будем прозванивать, почему у нас здесь такое падение напряжения. Так, сейчас кинул, пока просто соплю, временно кинули через предохранитель, не напрямую. Но она идет параллельно проводу, который идет через блок управления, вернее, с блока предохранителя, на блок управления. Пока так кинул. Сейчас попробуем запустить ее. Если она запустится, тогда уже будем вскрывать блок предохранителя, искать, где поврежденный провод. Так, вот скинутая сопля, у нас автомобиль запустился. Работает. Сейчас нужно будет все вернуть обратно и разбираться, где проблема с проводом. Так, чуть подразобрали, чтобы добраться до провода. Вскрыли блок предохранителей. И вот сейчас будем прозванивать провод, где он пошел, и где есть проблема. Провод идет от блока предохранителей, на вот этот разъем. И, по всей видимости, провод пошел как-то вот так вот. Поэтому сейчас будем вскрывать жгут проводов и смотреть, где же у нас неприятность произошла. Но, кстати говоря, здесь достаточно много мест, где могло быть окисление, потому что здесь вон и массовый провод, такой весь ржавый. Надо будет почистить его. И, конечно, автомобиль оставляет желать лучшего. Все остальные кронштейны, болты, все очень сильно окисленные. И при откручивании тоже возникает проблема. Поэтому будем надеяться, что не где-то в глубине это произошла проблемка с проводом, а где-то на нормальном доступе, чтобы не как на лифе, когда аж за двигателем, за электромотором, вернее за ПДМ, был оборванный провод и пришлось его восстанавливать. Поэтому будем смотреть, где у нас этот момент. А вот мы имеем как раз вот этот наш черный провод, который управляет. И он у нас немножко выгнил. Зеленкой покрылся. Ну да, выгнило внутри все. Перетерлось и выгнило, да. И вот еще один такой же. Вон там дырка. Могло, кстати, коротнуть и загореть. Да. Потому что вот, смотри, оно. Сколько бы не было надежной бы автопроизводитель, несмотря на то, что Camry достаточно надежный автомобиль и вообще Toyota, очень надежные. Но проблема из-за чего? Вот эта часть жестко закреплена на лонжероне. И вот эта тоже жестко закреплена на лонжеронах. А вот эта часть на моторе. И мотор относительно лонжеронов гуляет на подушках, это понятное дело. И происходит постоянно вот такое вот движение. Вот здесь оно постоянно двигается. И вследствие чего и перетираются вот эти провода. Поэтому здесь по-любому нужно будет вскрывать этот жгут проводов, поднимать вот эти провода, вот этот вскрывать. И раз уже автомобиль приехал к нам, то нужно будет сразу пересмотреть все эти моменты и устранить, пока мы здесь. Чтобы потом опять не пришлось вскрывать здесь. Вот здесь видно, как оно все окислено, все в коррозии. Поэтому лишний раз сюда лазить уже не хочется. Поэтому постараемся сделать так, чтобы уже сюда не пришлось лазить. И автомобиль уехал. И занимался тем, чем должен заниматься данный автомобиль. Я так понимаю, что это скорее всего будет такси. Потому что восстанавливать ее до частного владения, честно говоря, не знаю, насколько это разумно. Потому что здесь все такое сделано под такси. Поэтому будем решать эту проблему и выпускать тоже автомобили. Вот тоже провод уже погнило-кислился. Он стал коричневым. Так, но с этим проводом тоже надо будет что-то делать, потому что влага попала по капиллярам между жил и провода. Так, скорее всего, провод нужно будет наращивать. Или же, возможно, целиком поменять. Так, но провод у нас, походу, совсем сгнил. Так, и вот только он уже становится чистым. Так, но с этой проблемой разобрались. Автомобиль уже запускается. Сейчас осталось все это скрутить в кучу. Но выявилась еще одна проблема. Это не работает iBooster. То есть, педаль очень тугая, не работает блок АБС. И светится ошибка. Вот сейчас будем разбираться с этой проблемой. Продолжаем работу над Кэмри. Теперь проверяем из-за того, что у нас не работает iBooster. Это, в общем-то, и есть блок АБС и вся система. Вон стоит мотор. А здесь стоит главный блок. Он же идет одновременно с главным цилиндром сцепления. И вот сейчас прозваниваем цепь, потому что у нас не включается моторчик, и сама педаль очень тугая. Здесь вакуумного усилителя нет, так как здесь гибридная система. Поэтому здесь используется вот такая. С помощью давления нагнетается. Вон стоит гидроаккумулятор. И с помощью гидравлики работает система усиления тормозов. Поэтому сейчас прозваниваем цепь согласно нашим схемам. И будем искать, где же у нас проблемка. Так, подкинули сейчас сюда тормозной усилитель. Так как у нас с тем усилителем даже не включается... То есть он не включается. Сам насос, который стоит с той стороны с гидроаккумулятором, они работают. Мы напрямую подавали питание, они работают. И теперь подкинули этот. И сейчас при открытии двери он, по идее, должен заработать, если он рабочий. И если проблема в этом усилителе, в этом бустере, он идет вместе с главным цилиндром сцепления. И если проблема в нем, как мы правильно продиагностировали, то он должен включиться. И при этом он не выключится, потому что давление в него не подходит. Давление идет. Гидравлическая система пока у нас идет на тот усилитель. Поэтому с этим усилителем он включится и будет работать, пока что-нибудь не произойдет. Поэтому мы сейчас попробуем, если он включится, сразу выключаем его. И тогда будем подкидывать его вместо того. Так, достаточно просто открыть дверь, чтобы система увидела, что водитель автомобиля садится в автомобиль. И начинает его включать, и он начинает работать. Поэтому сейчас откроем дверь и посмотрим. Так, вот он отключился. Но так как у нас... Так как у нас сам не выключится, придется быстренько снять разъем, для того, чтобы отключить его. Иначе что-нибудь у нас сгорит. Либо мотор, либо еще что-нибудь. Поэтому сейчас его оценил. И теперь будем согласовывать на замену этого бустера или усилителя. В одном из видео один из зрителей сказал, что отпишется от канала, потому что работу проводим в перчатках. Так вот, есть случаи, когда без перчаток разбирать автомобиль нельзя. Потому что здесь все ржавое, в плесени. Здесь даже дышать не очень приятно. Конечно, не в респираторе. Но, возможно, здесь тоже не помешал бы. Автомобиль приехал со штатов. После такси. В таком состоянии, конечно, ужасном. Здесь все ржавое. И если рука сорвется, то можно подхватить и заразу какую-нибудь. Поэтому бывают случаи, что не то, что нежелательно, а необходимо пользоваться перчатками, как средством защиты. Поэтому, не знаю, этот зритель смотрит видео, не смотрит, подписан или же отписался. Так вот, хочу как раз привести пример, что это иногда больше необходимость, чем желание или нежелание. После замены блока гидроусилителя тормозов, прокачки, проведения всех адаптаций и калибровок, все заработало. И автомобили были отданы заказчику. Если хотите увидеть еще много интересного, например, вот такую электрическую технику, которая также была куплена в Штатах. И как оказалось с мертвой силовой батареей. На которой мы, кстати, планируем сделать собственную батарею. то подпишитесь на канал. Ну а на сегодня, пока и до скорой встречи на канале.